В каждой из той эпох мы будем вычислять метрики на тестовом датасете, чтобы посмотреть, обучается у нас нейросеть или нет. То есть, в каждой из той эпох мы делаем forward по тестовым данным, получаем тестовые предикшены и вычисляем, какой же выход был максимальный. То есть, опять же, чтобы понять, какой класс предсказывает нейросеть, нам не обязательно вычислять softmax, не обязательно вычислять вероятности. Нам достаточно посмотреть, а какой выход был наибольший, и он же будет впоследствии выходом с максимальной вероятностью. То есть, нам нужно посчитать argmax у выходов нейрона сети, это будет номер нейрона, и сравнить его с тем номером класса, который находится в Y-тест. После этого мы хотим посчитать, а какая доля вот этого совпадения, когда у нас нейрон с максимальным выходом совпал с реально правильным классом. Нам нужно посчитать среднее значение, но среднее значение мы не можем посчитать у целочисленного тензора, который получается в результате этого сравнения. Поэтому мы сначала его превратим к дробному тензору и вызовем у него метод min. И будем его распечатывать.